Музыка 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 Я вас поздравляю, 15 лет Это замечательно, очень большая дата Юбилей такой Это событие И естественно, самое главное, что нас интересует Скажите, пожалуйста, ну что будет в программе праздника? Очень интересно 15 лет на самом деле огромная дата Большая дата, да, тем более для нашей небольшой автономии Поэтому мы к этому мероприятию очень сильно готовились И хотим сделать, знаете, такой праздник Праздник-концерт, праздник-чествования Потому что в организации НКБ «Байкал» принимало участие очень много людей Кто-то начинал, кто-то подхватил И вот мы хотим всех отметить и приглашаем на это мероприятие Вот как классно Кто-то здесь, кто-то там Кто-то на одном этапе жизненного пути Байкала Кто-то на другом Давайте немножко об истории Как появилась автономия в Новосибирске, в Новосибирской области И как она здравствует и процветает и по сей день Да Наверное, как все в этой жизни, да, начинается с энтузиастов Согласитесь, да, любое дело Будь то большой или маленький Начинается именно с тех людей, которые загорелись идеей это сделать И вот 15 лет назад, получается, наши предшественники Организовали, ну, наверное, в такой вообще пока небольшом формате Национальную культурную автономию А мы с Олегом подхватили этот, получается, уже где-то на 4 года занимаемся плотно этой работой В 2017 году, если точнее сказать Подхватили эту работу И в 2017 году пришел молодой талантливый руководитель НХБН Жаргалыч Рдинеев Который взял на себя такую ответственную миссию руководства автономии И с того момента с ним и, скажем, ближний круг активистов Вот сегодня мы Поддержали В частности, да, и ряд других людей Которые поддержали его идею двигаться вперед Чтобы бурятская автономия не просто существовала, скажем так, на бумаге А о ней знали не только на территории Новосибирска, Новосибирской области Ну и чтобы она гремела на всей территории Российской Федерации И, конечно, в течение 4 лет проделана огромная работа И которая делается и сегодня И на сегодняшний день Я даже не побоюсь этого слова, да, Лариса Что, наверное, бурятская автономия Одна из организаций, которая впереди планеты всей О которой уже знает много народу Не только здесь, но и знают о нас на родине В Республике Бурятия И в отдельных регионах Российской Федерации Потому что мы наводим, скажем так, мосты, каналы и связи Да, дружим со всеми Да, потому что понимаем, да, наций в России очень много, да И главная цель именно объединения наций Вот поэтому мы проводим очень много мероприятий Как раз именно на объединении Это не только, скажем так, да, узкое мероприятие для бурятов А это для всех, да, для всех, для кого важны именно Ну, принципы, не знаю, добрососедства, да, принципы дружбы Вот поэтому мы на все праздники приглашаем абсолютно всех Никого мы не делим ни по республиканию, ни по национальности Да, приглашаем абсолютно всех Насколько большая украинская автономия? Ну, если говорить в количествах, то по переписи 2010 года у нас, по-моему, 4 тысячи человек всего. Да, примерно так. Это немного, да? Это немного, на самом деле очень мало, но я думаю, что за 10 лет, надеюсь, у нас стало гораздо больше, потому что точных цифр нет, но мы так предполагаем, примерно 5-6 тысяч человек есть. Сколько бы ни было, зато о праздниках наших мы заявляем громко. На самом деле очень хорошо то, что вы приглашаете абсолютно всех, потому что, смотрите, например, мне как человеку, который интересуется, в принципе, культурой народности, мне бы хотелось, например, идти посмотреть, познакомиться с какими-то определенными особенностями и, как я понимаю, а именно концертная программа, да, вот это торжественное мероприятие, я могу там насладиться практически всем колоритом именно бурятской культуры. Да, абсолютно верно. Что будет в программе? Ну, в программе у нас будет, обычно мы всегда делаем интерактивную программу, то есть за час до начала самого концерта у нас будет в фойе интерактивная программа. Что включает в интерактивную программу? В ней будут, например, национальные игры и так далее, то есть можно познакомиться, получается, так, ну, с небольшим кусочком истории бурятии, да, в фойе, как бы, все разговаривать не будем, да, для того, чтобы была у нас какая-то интрига, чтобы приходили, да, а вот уже в 18 часов начнется сама, собственно говоря, концертно-праздничная программа, вот где будет и концерт, и чествование наших земляков. Официальная часть награждения, да? Да, будут приглашены официальные лица от мэрии, от правительства, то есть, как бы, и, как всегда, все наши мероприятия, да, ну, по нашему обычаю, открывает настоятель буддийского новосибирского датсана Батулама, потому что, ну, мы же в основном буддисты буряты, да, и поэтому все начинается в благословении Батулама с настоятелем датсана. Нужно отметить, что еще и гость программы будет, приглашена звезда бурятской эстрады, Елена Барахитова, город Москва, она обязательно приедет, будет, и, как говорится, это будет очень интересно и славно. Ну, она тоже будет радоваться своим творчеством. Да, да, да. Да, и очень нас любят в Бурятии. Я очень люблю вкусняшки. Давайте поговорим о них, да? Да, давайте поговорим о них, и будет ли как-то это в программе, да, там, угощения, гостей. Да, может быть, в формате какой-то выставки будет. Обязательно, обязательно, чтобы буряты без угощения, это, мне кажется, ну, носов, такого быть не может. Вот, и поэтому обязательно в начале, до мероприятия, у нас будут работать фойе бурятской кухни, да, и, как всегда, наш главный, ну, скажем, козырное наше блюдо, да, бузы. Мне кажется, про бузы знают, мне кажется, абсолютно уже все. Конечно. Новосибирская огромная сеть уже разных бузных, да, которые открыли наши земляки. Поэтому мне сегодня спрашивали, насколько вкусные бурятские бузы, да, и сохранилась именно та рецептура, которая именно в Бурятии, да, сохранилась, потому что в Бурятии эти бузы делают тоже наши земляки. То есть они все бережно привезли все традиции, сохранили, и здесь, поэтому, если зайдете в любую бузную, да, я вам гарантирую, это будут настоящие бурятские бузы. У меня разыгрался аппетит. Нужно приходить на конверт к нам, да. Разыгрался аппетит, да, очень интересно. Хорошо, нет, обязательно, а как же, значит, хочется. В концертной программе какие звезды республики Бурятия приезжают для того, чтобы принять участие в концертной части? Да, будут, как я понимаю, танцы будут, песни будут. Да, да, абсолютно будут песни и танцы, и игра на музыкальных инструментах национальных, да, то есть, кстати, наш президент НХ, да, он у нас артист, да, великолепно поет бредские песни, настоящие бредские песни, да, может акапеллы их петь. Очень интересно, а он будет петь на концерте? Будет, обязательно будет. Да, он будет петь. Без него не обходит у нас ни один концерт, но, кроме этого, он еще играет на музыкальных инструментах, поэтому я думаю, что это искусство он тоже продемонстрирует обязательно. Олег, расскажите, какую часть организационной деятельности к мероприятию взяли на себя вы? За что вы отвечаете? Ну, я на самом деле, скажем так, отвечаю за все понемногу, да. Решать, решать, нет, 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 нет. Я являюсь, как бы, правой рукой нашего руководителя, и всеми вопросами, естественно, ведаю и я. Поэтому я в основном занимаюсь документами, подготовкой с официальными лицами, все такое, официоз, это все мое. Отлично, немаловажная часть. На самом деле, дорогие друзья, мы предлагаем вам сейчас не переключаться. Будет программа новостей, затем звездный прогноз, и мы вернемся в студию и продолжим разговаривать о торжественном мероприятии. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что включил телевизор и присоединился к нашей передаче. Сегодня мы разговариваем о предстоящем событии. 15-летие грядет у НКБ «Байкал», с чем мы вас торжественно и поздравляем. 6 ноября 2020 года состоится торжественное мероприятие «15-летие национально-культурной бурятской автономии «Байкал». Да, у меня в руках. Что это за головной убор? По-борецки это называется «Малгай». Это национальная шапочка для женской. Могу продемонстрировать, кстати? А, все-таки женская шапочка. Да, это моя шапочка, так что... Хорошо. Как вам идет? Интересно. Как красиво. Красиво, да, красиво. Я такое же хочу. Интересно. Ну так мы прием обязательно и попробуем. А, так, хорошо. Впереди мероприятие. Да. Как попасть на праздник? Вы сказали о том, что там есть какие-то интерактивные площадки, будут в 5 часов... Выставки, да. У вас начинаются мероприятия, выставки, и в 6 часов начинается концертная часть, включая официальную часть с награждением. Как попасть на праздник? Да, расскажите, Олег. На наш праздник можно попасть очень свободно, на самом деле, но в связи с тем, что у нас ситуация с коронавирусной инфекцией, да, можно войти только по пригласительным билетам. Пригласительные билеты находятся у нашего руководителя, которому напрямую можно позвонить по телефону 8-929-383-2525 и заказать себе пригласительный билет и, соответственно, его и забрать. И потом мы свободно прийти с этим пригласительным билетом и посетить наше мероприятие торжественно. Хорошо. Ну, как бы, хотелось бы на самом деле задать один интересный вопрос. Я его больше всего люблю. Почему? Потому что есть, иногда бывают такие некие сюрпризы в ходе праздника. Какие сюрпризы нас будут ожидать вот именно 6 ноября? Ну, одним из сюрпризов, естественно, мы не можем не отметить тех людей, которые стоят у основания создания национальной культурной бурятской автономии Байкал, да. Естественно, предполагаются награды от мэрии города Новосибирска, от Министерства региональной политики Новосибирской области и от НКБА Байкал, естественно. Потому что это очень важный момент. И, естественно, те люди, которые придут, и тех, которых мы приглашаем, они будут приятно удивлены, что на протяжении, скажем, то есть после 15 лет мы не забыли о тех людей, которые ранее работали, которые стояли у основания, те, которые работают сегодня. То есть всех эти люди будут отмечены. Замечательно. Но самое главное, что действительно труд каждого человека, который имеет к этому отношение, и он будет отмечен, оценен, и будут памятные подарки. Правильно я понимаю? Ну, и хочу дополнительно отметить, что мы также ожидаем поздравления от министра культуры Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Почему? Потому что сама Республика, она очень плотно следит за нашей деятельностью и, побоюсь этого слова, гордится то, что мы делаем сегодня. Почему? Потому что очень важно сохранение культуры бурятского народа не только на территории Республики Бурятия, но и, соответственно, на территории всей Российской Федерации, в том числе и наша Новосибирская область. Новосибирск, так как много выходцев, людей, которые выезжают из Республики на территорию Российской Федерации, и важно, чтобы они не забывали обычаи, традиции, культуру. И поэтому, да, язык, что очень немаловажно, не скроем, знаешь язык, знаешь культуру. Теряешь язык, теряется культура. Поэтому, конечно, нужно отметить, что в этом году мы проделали дополнительно огромную работу. У нас была рабочая поездка по регионам Российской Федерации, где мы встречались с руководителем бурятских автономий, обсуждали моменты сотрудничества, сохранения нашей культуры. И поездка завершалась в Республике Бурятия, где мы официально встречались с министром культуры, с которым обсуждали тоже те же самые вопросы, да, и чтобы, скажем так, они знали, что мы работаем, и мы хотели ощущать их поддержку тоже. Ну и, соответственно, с правительством, потому что в правительстве есть целый отдел по межнациональным вопросам, для которых очень важно то, что мы сегодня делаем. Поэтому от них мы тоже ожидаем поздравления, и они, естественно, будут, даже забегу наперед, на сам Сагалган, который, наверное, позже мы скажем, который пройдет в феврале 21-го года, эти лица официально обязательно будут на праздник. Это, к слову, о том, что НКБ Абайкал делает очень многое, да, и впереди Сагалган в феврале, да, и там, что-то вы сказали, грандиозное ожидается. Давайте, ну, давайте, ну, поинтересуюсь, немножко, да, хочется заглянуть. Расскажите о дальнейших планах. Согласна, подведение итогов – это очень важное дело, это нужно делать обязательно, чтите всех, кто участвовал, да, но и очень важно строить планы, потому что без планов нет будущего. Конечно. И у нас грандиозные планы. Вот хочу поделиться с вами, да, что мы каждый год проводим, ну, наш самый главный бурятский праздник, Сагалган, праздник белого месяца, проводим его всегда на широкую ногу, очень интересно. Вот один год мы привозили в Государственный театр песни и танца «Байкал», который, я думаю, все россияне знают, благодаря их победе на российском Первом канале, да, танцуют все. В прошлом году у нас был не менее интересный ансамбль, да, это тоже Государственный театр песни и танца «Амарсейн» из-за байкальского края, тоже очень самобытный, там было очень много интересных оркестровых номеров, да, горловой пени, в том числе, то есть, очень интересно. А в этом году мы решили, в будущем году, в 21-м году мы решили, ну, наверное, переплюнуть сами себя, то есть, сделать абсолютно… В очередной раз удивить народу, да? Да, удивить себя, сделать очень такой интересный формат. Мы привозим цирк, Государственный бурятский цирк, это, наверное, тот самый редкий случай, да, когда сохранилась именно самобытность, национальность, да, национальные костюмы, редкий музыкальный материал, то есть, вы знаете, очень интересный, вот, мне кажется, это будет гвоздем программы, но мы только на одном формате никогда не останавливались, поэтому будет шоу, ну, можно сказать, три в одном, да, тут у нас будет и Государственный национальный цирк традиционный, да, будет бурятская опера, да, были согласия приехать, нам уже солисты бурятского оперного театра, эстрада. Эстрада? Да, то есть, как бы, у нас шоу три в одном, и при этом будут использованы все современные технологии, современная сценография, и тут будет такое, знаете, ярко-светомузыкальное лазерное шоу. Сколько всего интересного, буквально три в одном, еще и лазерное шоу, друзья, это уникальное. Ну, с нетерпением февраля, а завтра направляемся в ДНК Заволокила на празднование 15-летия НКБА Байкал. Еще раз снова поздравляемся с этим событием. Спасибо. И у нас сегодня в гостях... У нас сегодня в гостях Лариса Буэнтуева, пресс-секретарь НКБА Байкал, и Олег Карпов, советник по правовой и национальной политике НКБА Байкал. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.